Здравствуйте, господин Драчко! Мы с вами сегодня встретились в Дмитрове, где проходит молодежная команда России. Сбор тренировочный совместно с командой Германии национальной и еще спортсмены из Чехии. Этот сбор не первый уже, как я разговаривал сейчас с немецким тренером. Почему вдруг так вы решили именно с немецкими начать такой процесс? Это какая-то давняя дружба или какие-то определенные есть цели и задачи? Во-первых, изначально мы общались как спортсмены и дружили как спортсмены. На сегодняшний день мы уже как тренеры. Я понимаю, что конкуренция у нас положительная, хорошая и добрая между командами и между собой. Почему бы нам вместе не собраться и не сделать такие классные сборы? Тем более, у нас уже второй год и мы планируем продолжать такие сборы и в дальнейшем пригласить сюда еще и на следующий год планируем итальянцев, казахов. Это обоюдная польза, скажем так, для ребят, для нас и также для них. Ну вот немецкий специалист, господин Текич сказал, что вот эти сборы, они очень положительно повлияли на опыт, на технику, тактику. И вот успехом тех сборов было вот получение больших медалей на Кубках Европы и Перенстах Европы. А для российских команд, какие положительные стороны вы видите для ребят? Ну, я думаю, так же, такие же и тактика, и техника, потому что у них своя техника, скажем так, европейская. У нас все равно своя техника, более она такая, скажем, гибридная, что ли, если можно так выразить. Японская и своя кавказская, то есть такая многогранная. То есть и плюс по тактике ребята тоже, как бы по тактике что-то тоже подчеркнут. А сбор в основном идет как рандори, набарывание, или все-таки вы рассматриваете какие-то специальные упражнения делать, какую-то технику изучать, что-то такое? В основном набарывание. В основном набарывание, да. То есть упор делаем на набарывание, на схватке. То есть набрать количество схваток, и уже следующий сбор у нас уже будет подводка. Буквально осталось меньше недели до чемпионата мира в Челябинске. Как вы думаете, можете ли фаворитов выделить какую-то команду, каких-то спортсменов? Или все-таки вы думаете, что будет достаточно упорная и жесткая борьба, а таких явных фаворитов нет? Ну, сейчас, в принципе, все команды равны в мире и в Европе. Поэтому я думаю, явных. Ну, явные могут быть только японцы. Я думаю, они, может быть, после Олимпиады выводы какие-то определенные сделали. Если японцы, а так, в принципе, все, скажем так, равные. Каждый может о себе заявить, показать, сделать неплохой результат. Спасибо большое. Удачи вам в тренировках. И удачи в выступлениях чемпионата мира, который будет у молодежи в октябре месяце. Благодарю. Благодарим. Добра в достатке. Благодарю.